Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Но перед тем, как перейду к обзору, сразу отвечу. Мне девочки прислали ссылку на коротенькую нарезку в ТикТоке, где Света просит и настоятельно требует, чтобы Надьку оставили в покое. По поводу того, что опять это левые скрины, опять это левые комментарии, и всё это не с Надькиного аккаунта. И вообще, чего вы пристали, что она меня там дёрнула за живот, я абсолютно не обиделась, и всё у них нормально. И отстаньте от меня уже с этим всем, и отстаньте от Надьки. Но, вы знаете, если человеку хочется в это верить, то она, конечно, будет в это верить. Ну вот, пока время не пришло поверить в обратно, пока, так сказать, Севка не даст отмашку, перестать верить в то, что это левые комментарии. Во-вторых, ребята, согласитесь, если это были левые скрины с моей стороны, это были левые комментарии на левой страничке, то почему столько времени уделяется именно этой теме? Ну вот, согласитесь, как-то даже абсолютно нелогично. И нелогичен даже тот момент, что Надька сказала за Кентю Светы ей в лицо, и потом это продублировала в комментариях. Так где же там подстава? Но, конечно, хочется верить и утешают себя, что это не так. Ну вот, знаете, дурень думкой богатея. Мне, например, абсолютно всё равно верит, она не верит. Но, походу, мы зрители, да, мы обзорщики, мы зрители больше переживали за неё, как ранили её самолюбие, да, в ресторане, публично, ещё и на камеру, когда Надька поставила акцент именно на том, что ей нужно худеть, и схватила её за живот. Но, походу, это вывело как-то из равновесия нас, и нам стало неловко и некомфортно. Но Свету это никоим образом не задело. Вот до тех пор, пока Севка не даст отмашку перестать дружить и поставить на Надьке крест, вот так все и будут верить в то, что якобы это всё была подстава, чтобы вот так вот, да, в нелицеприятном свете выставить Надьку. Но, как только Севка скажет, что клоунада с Надькой закончена, вот там быстренько её уже и вычеркнут. Я вам хочу сказать, что Света с Артёмом молодцы. Они с Севкой потому так долго находятся, что не создают ему абсолютно никаких лишних проблем и головника. Вот знаете, они очень послушны. За это Севка до сих пор их возле себя и держит. Потому что, если бы они где-то взбрыкнули, где-то проявили своё я, где-то проявили бы свой характер, то рядом в его окружении их бы уже 100% не было. Ребята, фальшивость даже их выглядит в том, как они дружили с Юлей. И как только Севка разосрался с Юлей, они тут же приняли сторону Севки и поставили крест на Юлю. Они хорошо тусили с капсульными Викой и Никитой. И то же самое, как только Севка с Калясей поставили на них крест, и Артём со Светой о них быстренько, благополучно забыли. То же самое, кстати, будет и с Гариком и с Кериком, если Севка и на них поставит крест. Поэтому они такие достаточно безропотные, достаточно, понимаете, послушные. Сказано, не общаюсь я, и они тут же перестают общаться. И здесь сказано, что это фейковая страница, и где там какое-то самолюбие, где там какое-то я, где вот это, понимаете, вот это самоуважение. Нет, сказано не верить в это, и в это никто не верит. Но, знаете, баба с возовка были легче. Хочется им в это верить, пусть верят, лишь бы их это радовало. Радовало, успокаивало, и они спокойнёхонько спали. Ну и перейдём, конечно, к самому обзору. Начнём с темы того, как Севке прислали посылку. И они её разрывают прямо на заправке. Ну вот не дождалась посылка дома. И коробка уже потёкшая. Света сразу сказала, фу, она шнечит и воняет. Севка тут же нюхнул для убедительности и убедился, что действительно оттуда вонь. И сразу у него единственный акцент, да, который был, ассоциация вернее, с этой вонью, это, как всегда, звезда. Я так понимаю, что действительно, ребята, всё, что вонючее, грязное, мерзкое, какое-то отвратительное, всё ассоциируется исключительно с женщиной. Второй вопрос, какие в его жизни всегда были опущенные и вонючие женщины, какие-то грязные, мерзкие, что всё, что, да, плохо, всё, что грязно и воняет, это всё связано для него с женщиной. Третье, мне интересно, откуда ты вообще знаешь, как женская звезда воняет? Где ты по факту мог её нюхать? Но, опять-таки, Свету это веселит, понятно, её это не касается как женщину. Ну, вот, Севкины ассоциации очень и очень настораживают. Я думаю, вот, знаете, такое мнение о женщинах именно сформировала его мама, потому что, наверное, с детства он слышал этот запах, этот смрад, и вот для него женщина – это грязь и вонь. То есть, обратите внимание, у него нет ассоциации, что если вонь, то это, например, мужской половой орган. Нет, если вонь и грязь, то это однозначно только женщина воняет. Ну, и дальше раздербанили уже эту посылку. Все пришли к выводу, что лобстеры хорошие, Севка, ешь, не бойся. Света даже загуглила, да, возможно ли подхватить бутулизм от этих лобстеров. Убедилась, что там написано, что всё в порядке, можно есть. И Севки благополучно и скормили. Все три штуки в одно лицо. И даже когда Севка предлагал Артёму продегустировать, Свете, все резко отказались. И так сказать, думаю, да нет, ешь вот это, пожалуйста, сам. Но при этом ему сказали, пахнут хорошо и ничего, не бойся. Но сами сказали, что сыты под завязку, поэтому ни одна клешня в них не влезет. Ну, и далее он уже в гостях в квартире у Светы и Артёма. И первое, на что он обращает внимание, это, да, на половой орган собаки. Вот не оставляют равнодушным его кобели. Понимаете, любое, знаете, что связано с этим местом, если есть момент это увидеть, вот это не оставляет его равнодушным. И Севка так и восхищается, какой он у него большой. Севке, походу, не важно, да, собака это, мужчина это, но главное, чтобы этот самый орган был в наличии. Кстати, в этом ролике он постоянно снимал Артёма ниже пояса и постоянно ставил акценты на том, что у него там. И даже пытался за это самое место его схватить. Артём сумел увернуться. И после этого Севка ему так и сказал, я бы дал тебе сейчас по яйцам. Ребята, я не знаю, от чего не веселяться, что их так заводит и прикалывает, да, в таком друге. И я явно не хотела бы друга, который постоянно бы снимал моего мужа ниже пояса, именно вот эту вот часть его тела. И постоянно норовил, я не знаю, его за это самое место и схватить. Но это было ещё не всё открытие и удивление этого ролика. Дальше был поставлен акцент на том, что находится Света без нижнего белья, без бюстгальтера. И Севка так и сказал, что соски у тебя торчат. И вот здесь, ребята, кто-то удивляется, что она обиделась за требуху. Тут чувак ей сидит и говорит, ты без нижнего белья, у тебя торчат соски. Ну, во-первых, начнём с того, что, как правило, да, женщина вряд ли, ожидая гостей, будет ходить без нижнего белья. Ну, как минимум, оденет хотя бы топ. Пусть это будет не бюстгальтер, да, но обычный топик можно одеть, и ничего там не будет видно. Второе, это Севкина, опять-таки, беспордонность. Мы там за требуху, тут мужик ей в лицо говорит о том, что ты без лифчика, и никого это абсолютно как-то, знаете, не колыхнуло. Она просто начала, ой-ой-ой, сейчас я его пойду одену, вы вдумайтесь. А Севка ей сказал, не надо, оставайся так, тебе так хорошо и идёт. И укр-укру за его подарочки будет дополнительный бонус. Поэтому о каких неловкостях после таких моментов мы можем рассуждать. Со стороны, да, некомфорта Света. Требуха это фигня против, да, груди, сосков и вот этого акцента со стороны мужика. Ну, и дальше рассказы о том, какое шикарное вино прислал Укр. Укр Севка даже нам пытался рассказать, какой там букет, но почему-то дальше слова букета мы не прошли. Не начал ни нотки рассказывать, какие там перед ним открылись, абсолютно ничегошеньки. И вот я понимаю, ребята, это действительно, это эксперт. Он понимает в антиквариате, он понимает в искусстве, он понимает в культуре, он понимает в театре. Мало того, он понимает ещё и винах. Поэтому действительно талантливый человек, талантлив во всём. Это, наверное, откуда-то свыше искра. И он, серба это вино понимает, какое оно крутое. И так и спрашивает, а вы когда-нибудь пили вино за 50 долларов? Нет, конечно. Севка, мы же нищеброды. Но о каком вине за 50 долларов может идти речь? Это исключительно для дюжи и дюжи богатных и таких вот элитных людей, как вы. Ну, и дальше вообще мне очень нравится этот гость, который приходит, знаете, в уличной одежде, тут же заваливается на людей кровать. Причём, да, вот настолько беспардонно, вываливает ноги свои, вываливает носки, демонстрирует, какие у него шикарные эти самые ноги, лучшие ноги в СНГ. Но это в очередной раз как ему приснилось. Наверное, поэтому он до сих пор в шортах и бегает. В Днепре уже, в принципе, похолодало, уже так достаточно прохладненько в шортах бегать. Но Севка продолжает упорно это делать, чтобы, так сказать, закрыть сезон своих ног. И до конца все смогли до следующего сезона ими налюбоваться. И вот, знаете, человека не смущает, что там люди отдыхают. Это их зона отдыха. Увалился, одет, и никто никаких замечаний не делает. И поэтому Севка нормально тюленчиком там валяется. Мне в этой ситуации был непонятен только один момент. Как Севка припёрся в гости без мамки и Надьки. Вот как детятка может без родителей куда-то ходить. Второе упущение со стороны Артёма и Светы не пригласить мамку и Надьку на плов и тартар, который они приготовили. Но разве так можно? Севка и мамка и Надька это такое трио, которое нельзя разлучать. Я думаю, они конкретно за это схлопочут, нагоняя. Ну и дальше они уже за столом, все нахваливают готовку Артёма. Севка, значит, плов жуёт и сдобрил его так добротно, очень-очень острым соусом. И Света несколько раз поставила акцент на том, что он очень острый. Но Севка сильный, крепкий, выносливый мужчина, поэтому ему всё по плечу. И ещё побольше наваливает, чтобы никто не усомнился в том, что с этим он справится. И тут же Света ему говорит, тебе этого нельзя, тебе нельзя есть острую пищу. И Севка задаёт вопрос, почему мне нельзя есть острую пищу. И единственный ответ Светы, она не знает. Но походу забыла, девочка, все болячки, которые есть у Севки. И не могла сразу собраться с мыслью и придумать, почему ему нельзя есть острое. Походу они уже сами запутались, что Севке можно, а что нельзя. Но единственное, что она знает, что нельзя и точка. Но почему действительно человек не помнит. Но Севка ей пришёл на помощь и дал маленькую подсказку. Наверное, из-за язвы. И Светка схватилась за эту соломинку, знаете, как утопающей. Что вот он спасательный круг. Точно язва. Но при этом Севку это не остановило. И он рассказал, что всё это съест до последней капли. Ну и дальше тема Укра Укра. И как всегда Севка валает на весь Ютуб, что типа дуры, кабучи. Ищите теперь, кто такой Укр Укр. Севка, ты что, действительно считаешь, что людям важно, интересно и нужно знать, кто такой Укр Укр? Да в принципе людям фиолетово и абсолютно не интересно. Это вот такую, как Надька, её колышет, кто такой Укр Укр. И вот здесь тебе нужно сделать переадресацию. И адресно обратиться к Надьке и так и сказать, кабуча и дура. Ищи теперь, кто такой Укр Укр. Тем более тогда, когда Надьке дюже и дюже важно знать, кто же на самом деле это такой. Так сказать, иметь запасной аэродром. Если ты вдруг ногой под сраку кышнешь, чтобы было к какому новому лагерю прибиться. Поэтому и здесь ты в пролёте. Ну и здесь опять-таки следующий видос. Явление его на планет. Но вот эти стоны уже даже неинтересно обсуждать. Я так понимаю, роженица вот-вот уже выплюнет того, кого носит, я не знаю, как слониха, уже некое количество лет. Но перейдём к самой главной теме. Это Севкин вопрос, адресованный конкретно к Надьке по поводу того, худеет ли она. Надька вначале с уверенностью да, потом решила включить не знаю, потому что вдруг сейчас Севка на весы затянет и объясняет, что она не взвешивалась в последнее время. И Севка понимает, что, конечно, дюже и дюже эта девочка худеет. Конечно, худеет и всыхается прямо на глазах. Вот как нам её не покажут в кадре, так мы и видим, сколько лишних килограмм Надька уже скинула. Ну и дальше, ребята, поздравления мамочки. Мамочка с порога поздравляет сынишку с 11 годами его канала. И Севка ей говорит спасибо, а я забыл. Маменька, вам надо было не Севку поздравлять, а поздравлять зрителей. Потому что если бы не зрители, не просуществовал бы ваш канал 11 лет. Можно иметь аккаунт и 11, и 15 лет на ютубе, но если тебя не смотрят, всё это до одного места. Поэтому поздравлять нужно в первую очередь аудиторию, а потом уже вашего сына. Ну и, конечно, тут же клинивается Надькой. Давай рассказывать про цветание тебе и терпение. И Севка, какое процветание, там уже мох и болото. Да, Севка, ты сам прекрасно понимаешь, что ты выдохся и жил себя как блогер. И вот действительно, твой канал это мох и болото. Ты сам его затянул в это самое болото и теперь покрыл ещё сверху, покрылась оно мхом. И никогда уже не вылезет и не станет нормальным, так сказать, каналом для зрителей. Это ты, благодаря таким, как недогарка, мама, то, что ты с ними творишь, и сделал это, собственно, ручно. Но, конечно, Надька с этим не согласна. И кто виноват в первую очередь, это, конечно, зрители. Но Надька при этом соглашается, что на канале мох и болото. Надька, так вы же создаёте канал. Это ты первая являешься этим самым болотом. Ну и, конечно, не забывает Севке желать терпения. Терпения и стойкости духа. Всё это пережить и идти дальше. И сама Надька кричит о том, что уже не выдерживает того, что происходит у Севки на канале. И началось всё, конечно, с темы этих самых беляшей. Что летят комментарии, нахрена оно Надьке надо. Очень дюжи и дюжи зрители переживают, что она берёт на себя сверхнагрузку. И здесь Надька, как всегда, восстала. И давай раздавать всем ответки. И вот здесь у меня возникает вопрос. Нахрена вы её жалеете? Нахрена вы ей что-то там написываете, бедная Надя? Чтоб потом вас вот так вот, извиняюсь за выражение, дрючили, да? По поводу того, что нахрена вы мне это пишете? Я приняла это решение и я буду это делать. Вот какая её благодарность за ваши хлопоты и волнения, за её состояние и здоровье. И как Надька и сказала, что она сама этого хочет. Никто её не заставляет. У неё, кстати, уже и клиенты есть. И вы знаете, что странно как-то только одно в этой ситуации. Что пока Севка не сказал заниматься пирожками и беляшами, Надьке не хотелось. Но как только Севка сказал, она очень исполнительная в этом плане. Вот ей дали команду захотеть жарить беляши. И она прям очень и очень захотела этим заниматься. Хотя ранее накануне рассказывала о том, как ей на данный момент уже тяжело бегать между котиком и мамкой. То есть беляши это ещё плюс физическая нагрузка. Но Надька очень исполнительная. Она Севку понимает и выполняет с полуслова. Поэтому это она дюже и дюже хочет этим заниматься. Я так и понимаю, что она на самом деле очень хотела дополнительную работу, дополнительную нагрузку. Но очень стеснялась об этом сказать. А здесь такой шанс. Севка сам предложил. Ну и по поводу того, что есть у неё клиенты уже. Это называется, хочу одно людям сказать. Приятного вам аппетита. И главное, я не знаю, подготовьте туалет. Затарьтесь туалетной бумагой, чтобы всё вам впрок пошло. Ребят, я удивляюсь этим людям, насколько они небрезгливы. Либо насколько они восхищаются Надькой, чтобы с её рук есть. Я не знаю, мне кажется, если бы она, наверное, даже в перчатках готовила, я бы явно это не ела. Ну а дальше, ребята, началось, как всегда, Надьки на кудахтанье. И вот раз кудахталась, знаете, на полную катушку, как курица, которая снесла яйцо, вот она начинает орать. Вот так и орёт Надька. Там нечто бессвязное. Только, да, вырвав какие-то слова, которые ты сумел уловить, ты можешь додумать остальное предложение. Тем более в случае с Надькой это именно так и работает. Потому что она, знаете, говорит три слова, а потом додумая остальное называется сам. Это как некий ребус. Оно же переключилось на другое предложение. То есть она, походу, я не знаю, то ли медленно думает, а быстрее говорит, то ли наоборот, в обратном режиме как-то это работает. Но у неё постоянно какая-то такая некая загадка, понимаете, и недосказанность. И вот додумай сам, что она имела в виду и хотела сказать. Это как ото-ото, шо-шо и оце, ото-о-там, возьми. Вот то же самое это Надькины, именно предложение и её крылатые мысли. И, конечно, раздраконило её в первую очередь то, что зрители начали написывать насчёт Украукра. Что если бы Надька знала его адрес, она была бы уже там. И тут её бомбануло. И терпение её просто, не знаю, лопнуло. И понеслось. И давай она верещать на всю планету. Я так и думаю, привет в очередной раз соседям. Сильки-то хорошо, он пришёл, контент снял, на этом денег заработал и ушёл. А люди через стенку с этим недоразумением, орущим и волающим живут. И орёт, что всё ей уже надоело. И вот этот недогарский стакан. И что, типа, вы на меня пишете, канистра и так далее. Самвел, неужели бы ты доверил свою мать-пьяницу? И Сивка кричит, нет, конечно, не доверил бы я свою мать-пьяницу. Надька, да уймись. Он бы тебе её доверил даже в коматозном состоянии. Только для того, чтобы, первое, не делать это самому. А второе, потому что ты сейчас приносишь ему денег. Мы уже видели, как он тебе, трезвенец и язвенец, после встречи у Гаррика и Кырика, когда ты уже была просто в разорванном состоянии, доверил, опять-таки, на ночёвку свою маму. Поэтому не переживай, спокойнёхонько бы он тебе её доверял. Ну и дальше то, на что Надьке действительно, я не знаю, понадобилось время, знаете, вот в голове забеременеть, выносить, родить, а потом, в конце концов, только озвучить эту крылатую мисль насчёт Артёма и Светы. И давай она оправдываться и рассказывать, что это не её страничка. И на её страничке, даже если это была её страничка, кто угодно может написать комментарий с её аватаркой. Да, здесь я соглашусь, но Надька, как быть именно с отметочкой автора, с отметочкой блогера, которая стояла под этими комментариями? Зрители этого сделать не могут. Там же была твоя отметочка, то есть твоей аватарки, да, как вот, например, девочки, кто знает, кто пишет комментарий, и я ставлю, да, независимо, хороший это комментарий, плохой, но я ставлю отметочку, да, с моей аватаркой, даю вам понять, что я прочла этот комментарий, или, если есть возможность, ещё и ответила на этот комментарий. Так вот, прикол весь в том, что Надька, хорошо, съехала ты по красоте, что написать может кто угодно, но твоя отметка, как с этим быть? Или у тебя, у кого-то есть доступ к твоему аккаунту, чтобы ставить вот эти, так сказать, сердечки и отметочки. И Севка тоже, ребята, доказывает, что очень много левых страничек, левых аккаунтов и на своём примере приводит. И здесь у меня опять-таки возникает вопрос, Севка, а нахрена тогда тебе партнёрка? Партнёрка как раз-таки то и делает, что защищает личный, да, эксклюзивный, так сказать, контент автора, контент блогера и даже аватарку. Почему же в таком случае ты не сносишь эти левые аккаунты, если это левые аккаунты? Ну, то есть, нелогично, да, если кто-то косит под тебя. Прекрасно вспоминаем тот момент, как буквально недавно на Ютубе, не на Ютубе, в ТикТоке, на трансляции, левый аккаунт открыл сбор. Вот реально открыл сбор от его типа имени. И что там происходило? Первые куколки прибежали, строчили сам Велки, что левый аккаунт ведёт сборы, да, от твоего имени. И что начало происходить? Они толпой ломанулись туда, побежали и снесли подчистую этот канал. Мало того, ещё реквизиты, которые были использованы, банковская карта, они обратились в банк, чуть ли не заблокировали эту карту. И потом сам автор того аккаунта связался с Севкой и просил прощения, чтобы, да, не блокировали его счета. Так вот, у меня возникает вопрос, если это левые аккаунты, Севка, ну ты-то не знаешь, можно подумать за 11 лет, как с ними, да, расправиться легко. Их аннулировать под ноль. И точно так же ты, Надь, мог помочь вот так на 3.15 быстрёхонько убрать левый аккаунт. Но возникает вопрос, почему ты этого не делаешь, левые ли это аккаунты, или тебе на самом деле это чем-то очень выгодно и удобно. И не надо рассказывать, что у тебя нет на это времени, у тебя есть для этого партнёрка, которая получает денег, в принципе, за нифига. За то, что отбивает страйки от твоего канала, за то, что снимают какие-то ограничения, если они тебе прилетают. И за то, что, да, людей, копирующих твой контент, должны убирать в том числе. И тут возникает вопрос, либо хреново работает партнёрка, либо тебе это очень выгодно и удобно. И опять-таки, тебе стоило даже твоим курам дать команду разорвать левые аккаунты, и уже бы их не было, и их снесли подчистую. Точно так же, кстати, могло произойти и с Надькиным дубликатом, который якобы дубликат. Поэтому, Надька, когда ты кричишь о том, что написать мог кто угодно с твоей аватаркой, нифига. Вот эти моменты, да, отметка автора были поставлены твоей личной персоной. И как, кстати, ребята, она только не съезжала. И левый аккаунт. Потом, когда я уже поняла, что не съедет на левый аккаунт, кто угодно написал. Вот ещё чуть-чуть, и я понимаю так, что там бы пошла такая вот, понимаете, фишка, что у неё вскрыли канал, украли пароль, и кто-то это сделал, собственно, ручно за неё. Ну и, конечно, понеслось вот это вот, знаете, когда она оправдывается, божечку, люди добрые, да я бы никогда такого не сделала, да я бы никогда такого не сказала. Да вы что, я вообще людям там не отвечаю. Да ладно, Надька, ты-то и не отвечаешь. Все мы прекрасно видели, как ты никому там не отвечаешь. И вообще она такая дюжи-дюжи хорошая. Понимаете, это не Надька на ютубе кричит, да, что свечки зажгу, закрой пасть, потому что завтра крякнешь, завтра можешь не встать и так далее. Вот это лихой минуты. И там, кстати, в тиктоке она тоже пугала этим самым, что ты можешь завтра просто уже типа не подняться. И это, конечно, делает не Надька. Это какие-то высшие силы. А Надька совершенно другого формата человек. И вы знаете, вот называется брать и сворачивать так до последнего. И пытались даже рассказать, что все это бред и тоже подстава. Если б не тот момент, что помимо того, как я сделала скрины и это продемонстрировала, было еще очень много людей, которые это прочитали именно у Надьки на аккаунте. О чем в комментариях севки там и строчили, что я видела это своими личными глазами. А потом этот комментарий наутро исчез. И здесь опять-таки как съехать непонятно. Но надо корчить хорошую мину при плохой игре. Я думаю, что здесь и севка конкретно пришел ей на помощь. И дальше я поняла, что эта тема такая достаточно опасная, достаточно скользкая. И нужно переключаться на другую. Следующая тема это, как всегда, недогарский стакан и канистра. И так и кричит. Как вам можно нормально относиться, те, кто такое пишет. Надька, откуда ты знаешь, что это пишет конкретно о тебе? Ну вот откуда такая реакция? Вот скажи мне сейчас, например, днепровский стакан. В мою сторону я даже не отреагирую, потому что я не считаю себя днепровским стаканом. Я, например, буду искренне не понимать, кому вообще этот человек обращается. И что он имеет ввиду, говоря днепровский стакан. То есть о чем вообще идет речь. Но только ты умудряешься это принимать и применять именно к себе. То есть ты, значит, согласна где-то, что ты недогарский стакан. Раз ты на это реагируешь и раз ты на это отзываешься. И знаешь доподлинно, что это говорят именно о тебе. И опять-таки, что самое интересное, ребята, как же ее бомбить за вот этот недогарский стакан. Но при этом тетя в упор не замечает, что орет она на зрителей. Как она обзывает зрителей. Надька, не ты ли верещала кабучи? Не ты ли верещала, да, вот эти манданутые там или манда, или звезда, или растрепка, расширепа и так далее. Не ты ли точно так же всыпешь оскорбления в адрес зрителей? Не ты ли угрожаешь постоянно свечками, какими-то разборками, запалишь их и так далее. А потом ты почему-то удивляешься, что кто-то обзывает тебя. Но вот согласитесь, уникальная способность, когда ты делаешь то же самое, Но предъявляешь людям, когда они делают, так сказать, а лаверды тебе, ответку гонят. И вот это меня поражает. То есть, получается, тебе можно что угодно говорить на зрителя. Называть их кабучами, дурами. Там вот это, да, не станешь, не проснешься, завтра превратишься. Это все можно. Ну, а тебе либо хорошо, либо никак. И дальше затронулась тема, конечно, ее реакции. Вернее, хреновой, да, полное отсутствие реакции на то, на подарок Укра-Укра. И Надьку там бомбит. И так и кричит, люди добрые, я просто не ожидала. Да, Надька, ты просто не ожидала. А потом Севка тебе сказал, что ты что, умалишенная, вот так себя вести на камеру. Когда человек не ожидает, он все равно, если он об этом не думает, он не скажет, да, что, ну, вот, хорошо, что ты прислал коньяк, но я люблю больше кофе. Ну, типа, спасибо и за это. Но на будущее, знай, что мне лучше прислать торт. Человек не будет настолько похабно, я не знаю, и неблагодарно себя вести. А это твое было реальное лицо, вот так, как ты отреагировал. А теперь, называется, помахаю, знаете, кулаками после драки. Ну, и дальше начала рассказывать о том, как она расстроилась, опять-таки, за то, что пишут плохие комментарии. Надька, так ты уйди с кадра и поверь, буквально неделька-две тебе забудут. И все, и не надо будет тебе расстраиваться. Второе, чего ты расстраиваешься? С твоих же слов ты не читаешь абсолютно никакие комментарии. Так откуда вот это вот расстройство, если ты их не мониторишь, не читаешь и не знаешь, о чем там пишут? Третье, обрати внимание на свое поведение. Вот в твоем понимании ты расстроилась, потому что о тебе плохо написали. А как быть зрителем, которые расстраиваются, когда ты плохо говоришь? Это да, написали, и у тебя есть возможность прочесть или не прочесть. А ты выдаешь это на гора и на камеру. Почему же ты в таком случае не следишь за своим поведением и в первую очередь именно за своим языком? И дальше опять она рассказывает, как ей болючи от этих комментариев. Ребята, я не понимаю, знаете, это вот действительно тот момент, когда жертва начинает любить своего насильника. Ну вот как-то так для меня это выглядит. Потому что если, например, я не захочу, да, чтобы там читать о себе негатив, чтобы меня там поливали грязью и так далее, то я просто удалюсь с кадра. И это будет логично, да, то есть не причинять себе, ну не заниматься мазохизмом, не причинять себе боль. Ты же заведомо занимаешься мазохизмом, сама себе причиняешь боль, агрессируешь камеру, а потом при этом ты заявляешь, что мне болечет ваших комментариев. Надька, многим людям болечет за твой язык. И обрати внимание, еще недавно никто так тебя не парафинил, потому что были многие, очень многие о тебе совершенно другого мнения. И ты сама раскрылась на полную катушку, и ты себя оголила и показала свое истинное лицо. Именно от этого и полетела такая масса негатива. Ты обрати внимание, твоя группа поддержки редеет с каждым днем. И теперь в плохих комментариях попробуй найти вот те, знаете, какие-то единичные комментарии в твою поддержку. Либо эти куколки даже боятся писать, понимая, что адекватная аудитория их просто заклюет. Потому что не осталось тебе в глазах зрителя чего-то хорошего. И даже те, кто, я не знаю, тебя жалели, сочувствовали, сопереживали тебе где-то, и они остались в прошлом. Потому что то, как ты открылась, для многих вообще осталось, ну знаете, это было разочарование года, шок в шоке. Поэтому, когда ты кричишь, что тебе болече, обрати внимание на свое поведение. Ты получаешь совершенно зеркальный ответ от своего поведения и как ты себя ведешь, и что ты говоришь. Говоришь. Ведь ты первая подыгрываешь севке. Мы помним трансляции, где ты верещишь и вяжешь, и как ты называешь зрителей. А потом возмущаешься, что видите ли, мы не боляча. Боляча, иди с кадра, выполняй свою работу. И так и скажи Самвелу, да, что, пожалуйста, снимай свою маму, я больше к съемкам не готова. Я, например, в этот момент буду уходить котику, уходить за покупками, уходить готовить беляши, оставлять еду, все наготавливать. Но я больше не хочу. Но нет, конечно, Надька такого никогда не скажет. Потому что и она оттуда кормится в том числе. Но при этом кричит мне боляча. Надька, неужели ты надеешься на то, что что-то в твоем случае изменится? И, кстати, задумайся, почему, когда была Зина на канале, ее близко никто так не парафинил, как парафинят тебя. Ольгу Леонтьевну, зять-бабушку, с таким своеобразным чувством юмора, достаточно своеобразным. Но обрати внимание, и она на себя никогда не тянула столько негатива, сколько тянешь его именно ты. Так вот, задумайся, почему и что ты делаешь не так, что настолько на тебя агрессирует аудитория. Может быть, потому что ты настолько хамовитая, настолько мерзкая, настолько противная, что ты у людей нормальных вызываешь просто отторжение. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!